В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Говорить сегодня будем о реформировании пенитенциарной службы. И у нас в гостях сегодня руководитель службы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Вячеслав Кравченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Год назад обозначили, что принята реформа. Что за этот год изменилось в частности на местах и в целом службе? В целом службе, может быть, простому бывателю не все, было известно. Двумя постановлениями Кабинета министров Украины от мая прошлого года, 2016 года, было реализовано, опять же, в конце 2016 года, ликвидацию государственной пенитенциарной службы Украины не как службу как таковую, а ликвидировали как отдельный орган исполнительной власти. Полномочия и правоприемникам, полномочия передали Министерству юстиции, правоприемником стало Министерство юстиции этой части исполнительной службы. Сначала ликвидировался, в октябре месяце ликвидировался центральный аппарат, и уже с 1 января вступили в силу новые штаты 2017 года. То есть, кроме того, что ликвидировался центральный аппарат, службы ликвидировались еще все территориальные областные подразделения. Вместо этого в Министерстве юстиции в самом аппарате были созданы несколько основных департаментов. То есть, это департамент пробаций, о котором потом могу несколько слов сказать. Департамент уголовно-исполнительной службы, в которые вошли в основном больше подразделения основные, такие как надзор, охрана, дежурные части, оперативная работа, отделы по контролю за исполнением судебных решений, которые, ну мы в народе их называем силовой как бы блок. То есть, это те люди, которые на местах остались еще и курируют работу аттестованного персонала, то есть людей в погонах. И департамент ресурсного обеспечения, это материально-техническое обеспечение учреждений и производство, производство, учебно-производственные мастерские. Плюс, создано было в Министерстве юстиции, не существовало никогда такого подразделения, как управление здравоохранения, обеспечение здравоохранения. Потому что все люди, и в частности осужденные это тоже люди, они все нуждаются также в медицинской помощи. На сегодняшний день как бы реформа продолжается, и на сегодняшний день, как бы год спустя, именно если касаемо опять же аппарата Министерства юстиции, что изменилось и что будет меняться по деятельности уголовно-исполнительной службы, это то, что, как показала практика, создание первых таких департаментов, это было временное явление, временная структура. На сегодняшний день, опять же, тремя постановлениями Кабинета Министров уже от сентября этого года созданы три других подразделения, называются они государственные учреждения. Одна основная, с моей точки зрения, это генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, вторая – это организация обеспечения здравоохранения и третья – организация службы пробации. Уже назначены, уже представлены назначены руководители этих государственных учреждений, они в составе аппарата Министерства юстиции, которые будут в целом дальше курировать, что будет на местах, ну, сначала, опять же, вернусь к тому, что было создано. То есть территориальные областные управления, когда ликвидировались, кстати, до сих пор уже заканчивается, ну, параллельно идет ликвидация и работа уже новых структур, да, ликвидация как центрального аппарата, так и областных управлений в стадии завершения. С 1 января были созданы, 2017 года были созданы на базе территориальных управлений, точнее, объединенные межрегиональные управления, называется «Межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции». Таких создано 6 управлений межрегиональных, они находятся, их центры находятся Львов, Винница, Киев, Харьков, Днепр и у нас в Одессе. То есть они объединили несколько областей и объединили по, ну, скажем, названия даже такие у них, как по сторонам света. Вот у нас Южное межрегиональное управление, где-то там Центральное в Киеве, далее Западное, Северо-Восточное, Юго-Восточное, да. В наше управление, в межрегиональное управление входят 4 области, мы курируем 4 области. То есть организация деятельности и кураторства, и контроль за деятельностью 4 областей. Это Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская. Ну и как бы де-юре, скажем так, автономная республика Крым, потому что, в конце концов, это наша территория. И после де-оккупации, скорее всего, она тоже войдет, уже мы будем плотно как бы заниматься. Именно это межрегиональное управление, да, это отдельная тема для разговора. Значит, у нас на территории то, что мы контролируем, организуем службу, на сегодняшний день это 24 подразделения. Это учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы. И 105 подразделений пробации. Что будет дальше? Возможно, будет какое-то видоизменение в связи с тем, что, допустим, служба организации здравоохранения, она немножко уходит как бы от генеральной дирекции уголовно-исполнительной службы. И это будет как самостоятельная структура. Ну, нам отдельно спустят штаты, направят, точнее, штаты. Мы уже будем разбираться на местах, что будет, какое продолжение реформы. Сказать, что серьезно повлияло на отрицательную деятельность, я бы не сказал. Нет, реформа, она всегда должна... Бывают, конечно, какие-то моменты отрицательного характера, да, но они решаются, они решаются. Да, это переходный период, да. Можно сказать, что полномочий стало больше или нет? Я бы не сказал, что полномочий, скорее всего, можно говорить о просто оптимизации самой деятельности, то есть, ну, в кавычках, бюрократического аппарата стало меньше. И более, скажем так, демилитаризовалась служба, потому что на сегодняшний день в центральном аппарате все разатестованы, те, кто имеет отношение к государственной уголовно-исполнительной службе, все в рамке государственного служащего. В территориальных управлениях межрегиональных 30%, то есть, 30% те, кто остался аттестованными. Это именно, вот, как я говорил, уже силовой блок. В учреждениях исполнения наказаний, как таковых, и в следственных изоляторах особо ничего не поменялось, то есть, штаты практически остались на том же уровне. В том же количестве? В том же количестве, да. На сегодняшний день. Но тоже в процессе будет оптимизация. У нас, например, в нашем регионе, в Херсонской области, на сегодняшний день одно учреждение оптимизируется. Но оно, как бы, переходит в ранг законсервированного. Почему? Потому что есть учреждения, как практика показала, в которых уже сотрудников больше, чем осужденных последствий. Во время реформирования всегда актуален кадровый вопрос. Да, да. И, в общем-то, что сейчас происходит? Стремятся люди идти на работу в учреждениях? Хотелось бы, чтобы стремились, и хотелось бы, чтобы не боялись. Почему? Потому что, в конце концов, несмотря на все даже чрезвычайные ситуации, которые происходили, и, дай бог, не будут больше происходить, все-таки, во-первых, скажем так, с точки зрения социальных гарантий и социального статуса, ранг государственного служащего или аттестованного персонала, сотрудника даже уголовно-исполнительной службы, он все-таки имеет какую-то ценность определенную. Почему? Потому что в основном социальные гарантии сохранены, то есть возможность раньше уйти на пенсию, получение выходного посудия, постоянная стабильная заработная плата, возможность отпусков, больничных, все это оплачивается и так далее. То есть гарантии есть? То есть гарантии есть, да. И что хочется сказать, и я хотел бы, чтобы люди не боялись, опять же, и приходили к нам на службу, потому что всегда стоял самый главный вопрос, это финансовое обеспечение. На сегодняшний день, во-первых, изменились оклады аттестованного персонала с 1 января 2017 года. Они незначительно увеличили возможность, скажем так, и степень благосостояния каждого сотрудника и членов их семей ненамного увеличилась, потому что все-таки экономическое составляющее страны не позволяет сделать. Но с 1 октября у нас увеличилось финансирование в плане того, что даже руководством юстиции принято решение, что на первом даже году службы, то есть младший инспектор, это самая уязвимая часть нашего персонала, Да, нашего персонала. Они, ну, довольно-таки маленькая заработная плата у них. То есть приходят выслуги, нет, звание маленькое, там, рядовой, да, или солдат, или прапорщик. И получалась довольно-таки маленькая заработная плата. Решение принято. С 1 октября, во-первых, получают не ниже, чем 5 тысяч. Это 100%. Человек получает. Ну, естественно, при условии, что человек не просто находится на службе, а несет службу. То есть они где-то там все время болеют, или что-то с ним еще там происходит. Выполняет свои обязанности. Да, то есть он выполняет свои обязанности, он получает, естественно, заработную плату. И это принято решение было до момента, когда будут введены новые измененные оклады, как должностные, так и по званиям. По постановлением от августа месяца 2017 года, общим во всех силовых структурах, постановлением предусмотрено изменение заработной платы с 1 января 2018 года. Я надеюсь, да я уверен, в принципе, что это и реализуется. Там уже, ну, то, что я вижу, то, что наши финансисты считают, там будет значительное увеличение заработной платы. Поэтому степень защиты, опять же, говорю, несмотря на то, что есть иногда чрезвычайные ситуации происходят, вот степень защиты все-таки сотрудников, он более на сегодняшний день ощутим, чем и простого, пресочного, как мы говорим, громадянина. Мы будем надеяться, что это сподвигнет все-таки эти структуру. Конечно, конечно, да. С 4 по 10 декабря в Украине проходит всеукраинская неделя права. В вашей службе какие-то мероприятия по этому поводу организовываются? Да, конечно, обязательно. Во-первых, у нас действуют точно так же школы ПТУ. В рамках проведения занятий в школах ПТУ проводится урок права. Тот, который принят, в принципе, и обозначен указом президента 2008 года. То есть у нас эти мероприятия, всеукраинская неделя права, проводятся ежегодно с 2008 года. Это уже, получается, мы десятилетия закрываем, да, как проводятся эти мероприятия. Всегда оно проводится с учетом того, что 10 декабря постоянно попадает в эту неделю. Почему? Потому что изначально идея проведения этого всеукраинской недели права была основана на реализации дня права человека, которое было установлено с 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, после того, как была введена в действие основная декларация прав человека. Цель этих всех мероприятий или этого общего мероприятия, цель этого мероприятия, это, во-первых, воспитание, культура правовая и подрастающего поколения, да и нас всех людей в том числе, потому что мы, честно говоря, за те годы, которые существовала Украина до этого, до последних трех лет, когда мы еще были, можно сказать, незрячими, она, как бы, немножко от права мы ушли в сторону. То самое главное, то, что мы строим на сегодняшний день, правовое и демократическое государство, и одной из целей этого мероприятия, в том числе, это создание сильного государства в правовом и демократическом поле. У нас проводятся мероприятия, как я уже сказал, уроки права, у нас проводятся лекции, беседы, при том мы это делаем не только силами наших сотрудников, силами волонтерских организаций, силами других государственных органов власти, наблюдательных комиссий, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Это проходит не только в учреждениях исполнения наказания, но также и в службе пробации. Потому что, как я уже сказал, служба пробации, да, мы создали... Давайте подробнее об этом термине, потому что я уверена, что большинство не понимает, в принципе, что такое пробация. Ну, к пробации Украина шла долго, практически, можно сказать, с момента своего основания как государственности, с конца 20-го столетия. Мы выбирали разные модели. Мы, в принципе, и сейчас... Еще не определились. Нет, уже определилась, но, в принципе, реформа пробации, она не может быть только определена одним законом и какими-то изменениями. Вот, прочитали, инструкцию написали, и все так и должно быть. Модели могут меняться. Модели могут меняться, что-то превозносится из одного государства, из одной модели пробации, может, из другой модели. Пробация, она у нас создана на сегодняшний день, она действует с 2016 года, уже узаконенная, как бы, да, и она действует на базе уголовно-исполнительной инспекции. Это у нас была служба, которая занималась людьми, осужденными к альтернативным видам наказания, то есть не связанным с лишением свободы. В принципе, пробация как бы так и занимается, но только если уголовно-исполнительная инспекция имела, она, во-первых, не имела права участвовать в судебных заседаниях, как таково, не могла быть участником судебного процесса. На сегодняшний день пробация есть участник процесса. Плюс, как таковые воспитательные мероприятия особо, они как бы проводились, но это было не, скажем так, неузагально, да, не обобщенно. И пробация в целом, вообще пробация, это как бы, по теории, это надзор и социально-воспитательная работа именно с этой же категорией людей. Но при этом пробация еще занимается подготовкой осужденных к лишению свободы, к освобождению, то есть уже на этапе их, когда они готовятся, вот-вот, да, ресоциализация в этом процессе участвует. И плюс в судебном процессе, когда суд принимает для себя решение во время досудебного, после досудебного разбирательства, тогда вот суд принимает решение, какое применить меру наказания к тому или иному человеку, то суд имеет право, и они это реализовывают право, они делают запрос в пробацию. Пробация на протяжении 20 дней готовит досудебный доклад по человеку. Что туда входит, как самое основное, в принципе, чтобы понятно было, это психологическая, педагогическая характеристика и все данные, как бы, о человеке, да, что он собой представлял, отбывал наказание, не отбывал, как он себя чувствует в обществе, и вообще, какая его социальная, скажем так, как угроза от него к обществу. То есть может он находиться, можно к нему применить меру наказания, не связанную с лишением свободы, или же все-таки его на какое-то время необходимо изолировать. Этот досудебный доклад, он обязательно учитывается и принимается во внимание судебными органами. Вот на сегодняшний день, я могу сказать, у нас уже в этом году, в 2017 году, по только Южному региону, у нас было чуть больше 4200 таких ухвал суда, и нами уже подготовлено более 3800 таких докладов. И последний вопрос. Как закон про амнистию реализуется в Южном межрегиональном управлении? Закон про амнистию, да. Он называется интересным, он называется «Закон Украины про амнистию» в 2016 году, хотя реализуется в 2017, но он вступил... Будет лежать в 2018? Нет, нет, нет. Он уже реализуется, в принципе, его окончание, реализация его 3 месяца. Вступил он в силу на следующий день после опубликования, то есть 7 сентября этого года. И завтра, 7 декабря, это крайний день, когда закон должен быть реализован. Но он продолжает действовать в каком плане? Что значит дается 3 месяца? 3 месяца это дается на направление материалов в суд. То есть администрациями учреждений, представителями органов пробации, на тех лиц, которые подпадают под действие этого закона, готовятся документы и направляются полностью все материалы в суд. Кроме этого, каждый человек, осужденный, который находится в местах лишения свободы, либо он находится под учетный в органах пробации, имеет право самостоятельно подать заявление в суд, применение к нему амнистии. И мы обязаны подготовить точно так же материалы. Значит, у нас, по данным, которые у меня есть, это с учреждения исполнения наказаний, мы направили 210 материалов, это те, которые действительно подпадали под действие этого закона. На сегодняшний день по 125 уже принято решение, амнистия к ним применена, то есть это полное освобождение. По 18 также принято решение, но сокращение наполовину срока отбывания. И 21 человеку отказано решением суда. Но у нас есть еще, как я уже сказал, категория людей, которые имеют право сами реализовать это. И нами направлено 1521. ДНО из 9300. У нас находится 9300. И 1521 заявление направлено в суды, материалы. Но, с одной стороны, это как бы смешно, с другой стороны, это право человека, действительно. И 32 уже реализовано. И они имеют право воспользоваться. Да, и суд реализовал уже 32. То есть, все-таки, несмотря на то, что мы видели по закону, что они не подпадают, суд реализовал. По пробации чуть меньше. Там чуть меньше обращаются. Скажем так, там 46 обратилось самостоятельно, а 901 мы подали. То есть, наша задача до 7 числа подать все документы. И, в принципе, мы 100% с этим справились. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию, что ответили на все вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель службы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Вячеслав Кравченко. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.